В августе прошлого года в Ленинградской области нашли останки 109 бойцов. Установить удалось лишь 7 имен. Среди них три алтайских, в том числе Георгий Шернин. Родственников искали почти год. И вот сегодня они в Барнауле из Бийска приехали за медальоном прадеда и деда. Бабушка очень-очень ждала его. Она всегда говорила, ой, знаешь, что его нет. А сейчас бы в окошечко постучал, я бы так рада была. Вот прям жду, когда, может быть, три дня. И постучит. Через столько лет, правда, он все равно вернулся. Сегодня у нашей мамы день рождения. Это вот ей такой большой подарок. Мама уже нет в живых. За нее поисковиков и мордовских, и алтайских благодарили внуки. Ведь путь возвращения Григория Шернина домой был непростым. Мы проследили семейную историю. И вот на момент, когда вы выехали в 52-м году, семья выехала из Клешкова. Мы тут немножко потеряли вас. Найти удалось благодаря социальным сетям и настойчивости. Как утверждают поисковики экспедиции, лишь верхушка айсберга самая яркая. Большая часть работы в архивах и общение с родственниками. Яркая пока под запретом. Возможно, до следующего года. Хотя поисковое движение России в федеральном масштабе в августе планирует, пока планирует проводить большую всероссийскую вахту памяти в Калужской области, Западный фронт она будет называться, куда приглашаются поисковики со всей России. Но там опять-таки сразу уже в заявках ограничения, то есть в связи с эпидемиологической ситуацией. Но и сейчас поисковая работа не прекращается и ведется онлайн. Только за пять месяцев 2020-го о судьбе дедов и прадедов узнали 303 семьи нашего края. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.